2020 полицейских Нью-Йорка заразились коронавирусом, а домашнее насилие во время карантина увеличилось в этом американском мегаполисе на 43%. Об этих и других проблемах американцев во время пандемии рассказала нашему корреспонденту Мария Абдрахмановой полицейский из Нью-Йорка, уроженец Шимкента Димаш Ниязов. Получивший широкую известность сотрудник правоохранительных органов Соединенных Штатов Димаш Ниязов продолжает работать в одном из самых криминальных участков Бруклина в Нью-Йорке. За годы службы в американской полиции наш соотечественник не раз получал специальные жетоны, награды за лучшую работу. Три года назад он был удостоен звания лучший полицейский Нью-Йорка за задержание наркобарона и сейчас остается одним из образцовых копов США. Карантин для меня не существует, так как я работаю полицейским и отвечаю на звонки 911 и помогаю всем в данный момент. Когда этот вирус пришел в США, у нас была проблема в том, что нам не хватало количества сотрудников. Как вы знаете, у нас работают 35 тысяч полицейских в самом городе Нью-Йорк и 6 тысяч из них имели симптомы коронавируса. И 2200 полицейских были заражены. Но, слава богу, сейчас уже все возвращаются на работу и потихоньку мы уже начинаем работать в нашем регулярном режиме. Потому что, когда нам не хватало сотрудников, были дни, где мы работали по 12 часов. По словам Димаша, с начала пандемии сократилось количество уличных преступлений и дорожно-транспортных происшествий. На общее снижение криминальной активности повлияла и домашняя самоизоляция населения в условиях карантина. Но, по сравнению с прошлым годом, к сожалению, домашнее насилие увеличилось на 43%, а также кражи увеличились на 75%. Потому что, как вы знаете, сейчас в магазинах никто не работает, в основном все магазины огорожены и там нет охраны. А также ограбление увеличилось на 29%. И в многих штатах происходят митинги, протесты, потому что они хотят уже закончить свой карантин, они хотят выйти на работу. Так вы, как вы знаете, 30 миллионов людей сейчас осталось без работы. И многие люди уже, у них нету сил, потому что нужно кормить свою семью, нужно сохранить свой бизнес. Работу в полиции Нью-Йорка Димаш Ниязов совмещает с тренировками на профессиональном ринге. Известный боксер одержал 13 побед на престижных аренах Америки. Среди его соперников были Эдуардо Реес, Джеймс Лестер, Агустин Маурос. В отличие от других профессиональных спортсменов, Димаш работает по ночам в полиции и борется с преступниками на другом ринге. Этот карантин мне создает одну проблему. Эта проблема в том, что я не могу посетить свой спортзал. Многие спортзалы сейчас закрыты, и так что мне приходится тренироваться на улице, делать пробежку, делать бой со стенью. В планах у нас был бой сделать в апреле, но, к сожалению, из-за вируса все отменили. Но я буду продолжать себя держать в форме, чтобы вернуться в ринг. Дорогие казахстанцы, берегите друг друга, ухаживайте за друг другом, уважайте друг друга, и, конечно же, имейте терпение. Скоро это все закончится. И, конечно, я сам не могу дождаться, пока этот карантин не закончится, потому что я хотел бы прилететь в Казахстан и сделать шоу в Казахстане, а также сделать бокс-шоу между полицейскими разных городов и разных участков.